Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Загадочное отравление в Черкассах. Во время школьной линейки дети начали массово терять сознание. Установят ли причину? Обыкновенный садизм. В Харькове судят няню, которая нанесла более ста ударов девочке больной ДЦП. Каким будет вердикт? Мир на грани. Американский президент сегодня может разорвать иранскую ядерную сделку. Почему в Европе так напуганы? Баварская катастрофа. В Германии пассажирский поезд врезался в товарняк. Есть погибшие. Массовое отравление детей в Черкассах прямо во время линейки. По неизвестной пока причине школьники начали терять сознание. Почувствовали недомогание 94 человека. 53 ребенка и двое учителей оказались в больнице. 11 детей в реанимации. Президент требует немедленно выяснить причину произошедшего. На месте происшествия уже побывал премьер-министр. Что известно на данный момент, расскажет Станислав Кухарчук. Сегодня в областной детской больнице Черкасс отменили все операции. Медики в экстренном порядке принимали учеников восьмой школы. Всего доставили 53 ребенка и двух учителей. 11 детей до сих пор в реанимации. В больнице немногословны, только говорят о массовом отравлении. Родители до сих пор не могут отойти от шока. Рассказывают, дети начали терять сознание прямо во время линейки ко дню памяти и примирения. Мне звонит дитина, мама заберет. Что случилось? Непонятно. Никто ничего заберет, дитину все. Что стало причиной отравления? Должна установить специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Учебный процесс в школе временно приостановлен. Толком не отойдет стресса. Директор описывает все поминутно. Линейка началась. Тривала она где-то 15-20 минут. Когда дети из разных мест расположения линейки, разных веков, они стали втрачать свидетельство. Буквально за 5 минут таких детей набегло 24 особи. То, что школьники могли отравиться в столовой, директор отвергает. Перед линейкой дети не ели. Сразу после случившегося спасатели взяли пробы воздуха, грунта и воды. Отравление явно произошло локально. Вот та самая площадка, на которой выстроились школьники. По периметру она окружена многоэтажками и даже воинской частью. Но пострадали исключительно дети. Жильцы окрестных домов на самочувствие не жаловались. Ближе к вечеру состояние детей стабилизировалось. К ним пустили посетителей. Одним из первых пришел премьер-министр. Владимир Гройсман в экстренном порядке прилетел в Черкассы. Глава правительства считает, версий случившегося может быть несколько. Сейчас ни на месте, ни в воздухе, ни в воде никаких школьных вещей не выявлено. Поэтому мы скаляемся до думки, что это было распилено в момент проведения захода. Все другое будет делать следствие, все другое будут делать лаборатории. Также определенные исследования будут делать в лучших лабораториях Киева. И если будет установлена речевина, вы про это будете, вам будет про это поведомлено. Полиции начали уголовное производство по статье «Нарушение санитарных норм». Но не отбрасывают также вероятность диверсии. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы. И практически так же начался учебный день в одной из школ Новомосковской. Это Днепропетровская область. Во время утренней линейки 19 детей пожаловались на тошноту и головокружение. Вызвали скорую. В итоге помощь понадобилась одной девочке. Ее отвезли в больницу, но вскоре отпустили домой. В общей сложности около полусотни учеников почувствовали недомогание. Что стало причиной этого происшествия, пока неизвестно. Сотрудники лаборатории взяли пробы воздуха и результаты будут позже. Скорее всего это погода, перепад давления, температура. Плюс, наверное, какие-то 19 детей, не более того. То есть у нас нет информации о том, что следствием данного происшествия есть какое-либо внешнее воздействие химических препаратов, таксилогических, там, пищи, воды. Пять лет тюрьмы грозит харьковская няня, которая издевалась над девочкой с ДЦП. Полтора месяца назад мама 12-летней Леры заметила на теле ребенка синяки. Пересмотрев видео с камеры наблюдения, она поняла, что няня избивает девочку. Полиция задержала Светлану Савченко, так зовут сиделку. В начале ее действия квалифицировали как хулиганство, но сегодня суд изменил статью на пытки. Экспертиза обнаружила на теле ребенка следы от 106 ударов. Няня присутствовала на слушаниях, от комментариев она отказалась. После скандала она снова устроилась на работу и теперь ухаживает за пожилым человеком. Время, когда я сажусь в машину и куда-то уезжаю, она переживает, что я уеду. Без нее я буду требовать максимального пребывания ее в тюрьме. Я не хочу никакой компенсации. В столице ко дню памяти и примирения открыли фотовыставку Герои. Она посвящена участию украинцев во Второй мировой войне. Президент, который тоже посетил мероприятие, поблагодарил ветеранов и военных ВСУ за службу и призвал чтить память героев, которые отдали жизнь за независимость Украины. Даже спустя 73 года после окончания Второй мировой войны Украина до сих пор не может поставить финальную точку в подсчете человеческих потерь. Существует очень приблизительная цифра. Три миллиона погибших украинцев, которые воевали в составе Красной армии. Во время Второй мировой украинцы боролись с нацизмом в армиях семи стран. Об этом заявил президент Украины во время открытия выставки Герои. Нынешнее поколение должно помнить и чтить всех, кто защищал страну от захватчиков. Поэтому, по его мнению, нужно отказаться от всех праздников, которые связывают Украину с агрессорами. В нашем військовом календаре не должно быть ничего общего с краиной агрессором. Еще в 2014 году я поклав край давней и дивной традиции святкувать Головное військовое свято в унисон с краиной агрессором. Само тогда я скасовал День защитника Отечества и запровадил День защитников Украины, призначивши его на 14-е вовремя. Армию наконец-то очистят от всех небезопасных рудиментов радянско-росийской идеологии. Эти рудименты негативно впливали на боевый дух украинского войска. По словам президента, сейчас Россия пытается дестабилизировать Украину, поэтому необходимо создать сильную армию и восстановить систему международной безопасности. Разом с нашими партнерами мы прагнем сбудовать новую систему международной безопасности, что была сруйнована агрессивными действиями Украины-агрессора Российской Федерации. И для этого необходимо створить надежный защит нашу суверенитету, нашей территориальной целостности, нашей независимости, в едином евроатлантическом сообществе коллективной безопасности. Но это невозможно сделать в условиях, когда едва ли не ежедневно на Донбассе гибнут мирные жители. Поэтому глава государства в который раз акцентировал внимание на необходимости привлечения миротворцев. Ксения Барвиненко, Владимир Самченко, подробности, телеканал Интер. На Донбассе снова обстреливают мирных жителей. Сегодня ночью боевики ударили из пушек по Лоскутовке в Луганской области. Обошлось без жертв, но несколько домов были разрушены полностью. Повреждены также линии электропередач, газа и водопровод. По позициям украинской армии противник за минувшие сутки открывал огонь 58 раз. Ранены двое наших бойцов. Все подробности расскажет Ирина Баглай. Это отрезок трассы, ведущий в оккупированный Донецк. Насыпь боевики оборудовали под линию укреплений. Военные насчитали только на одном участке, до десятка огневых точек. У них стоят крупнокалиберные пулеметы, ну и в принципе их не артиллерия, не достать ничего оттуда. По ночам они вспыхивают, как гирлянды. Днем тихо, пользуясь этим, можно разглядеть и заброшенные ангары, где, очевидно, боевики прячут тяжелую технику. Там находятся два бункера, два ДОТа. И вот здесь, в районе этих ДОТов, за ними. Они ее частенько заводят, она прогревается, но не показывают. Скорее всего, что танк, возможно, два. Гранатометы и минометы, их выстрелы военные зафиксировали и этой ночью. Наоборот, интенсивнее начали работать с крупного калибра, там, СПГ, там, 82-й минометы. Беспилотник в небе. Уже проверенный вестник, нужно готовиться к артобстрелу. Он зависает и просто начинает лететь СПГ, минометы. За спинами десантников когда-то цветущий дачный поселок. Из-за постоянных обстрелов в этих руинах уже сложно разобраться, где старые, а где свежие попадания пуль и гранат. Десантники не советуют задерживаться возле бойниц. На каждое движение российские наемники реагируют выстрелами. Часто в бойнице ведется присильный огонь из стрелковой оружия, разного калибра. Это может быть в любую пару дней. Вопреки обстрелам крылатые пехотинцы не стоят на месте. Синий желтым флагом, поднятым прямо под носом у врага, напоминают, на чью они землю пошли войной. Мы не просто так-то стоим. Наступная позиция была где-то под прапором. Потом далее перенесем. Потом перенесем позиции. Ирина Баглая, Даниэль Косаковский, Игорь Щепет из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Доля Украины. В Конгрессе США обнародован проект оборонного бюджета страны на 2019 год. И в нем предусмотрена помощь Киеву. Сколько выделили, разбирался Дмитрий Анопченко. В военном бюджете Америки Конгресс традиционно закладывает не только оборонные расходы, но и средства на противодействие противникам и помощь союзникам. Этот принцип соблюдается всегда. А вот цифры и названия стран могут меняться. И суммы, которые выделяют конгрессмены на ту или иную статью, пожалуй, самый лучший показатель настроений на Капитолийском холме. Именно поэтому все так ждали цифры, которые опубликует профильный комитет Палаты представителей. И вот он, этот документ. В нем предусматривается, что в 2019-м Украина получит от Соединенных Штатов на обеспечение безопасности и разведки четверть миллиарда долларов. Из этих 250 миллионов 50, согласно проекту бюджета, могут быть потрачены на летальное вооружение. Эта статья в главной военной смете Америки одновременно и открывает возможность для таких поставок, ведь формально означает согласие Конгресса на снабжение Украины летальным оружием и резервирует весьма значительную сумму. Столько же, к примеру, стоят все джавелины, которые США сейчас передали Украине. Ну а чтобы ответить на вопрос, больше или меньше американской помощи в следующем году получит Украина, достаточно просто сравнить сухие цифры. В этом году американская помощь Киеву порядка 620 миллионов долларов, из них порядка 200 миллионов – это помощь военно-техническая. Ну а в следующем году, вот в этом проекте бюджета, уже 250 миллионов долларов на военную помощь заложено. Так что цифры говорят сами за себя. Понятно, что это лишь самый первый вариант проекта бюджета. Что путь к утверждению долгий. Он еще должен обсуждаться в Комитете по делам вооруженных сил, получить поддержку всей Нижней Палаты. Дальше рассмотрение в Сенатских комитетах, утверждение Сенатом. Однако тенденция четкая – Украине будут содействовать. И не только политически, но и финансово. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. И меньше, чем через час, Дональд Трамп сделает заявление, которого ждут во всем мире. Американский президент огласит будущее ядерной сделки по Ирану. Европа уже опасается возможной войны в случае, если США выйдут из договора. По информации Нью-Йорк Таймс, Трамп якобы уже подтвердил в разговоре с Эммануэлем Макроном намерение разорвать сделку с Тегераном. Все подробности знает Светлана Чернецкая. Будущее мира на Ближнем Востоке сейчас зависит от одного человека – американского президента. И Европа уже готовится к худшему. Вероятнее всего, Дональд Трамп заявит о выходе из иранской ядерной сделки. Вопреки увещеваниям Германии, Франции и Великобритании. Дональд Трамп объявит о своем решении в Белом доме. И сюрприза никто не ждет. Еще во время предвыборной кампании он пообещал выйти из сделки. И неоднократно повторял – Иран не выполняет свою часть договора. В частности, не пускает международных инспекторов на ядерные объекты и не прекращает разработку баллистических ракет. Европа соглашается – проблемы есть, но их нужно решать, а не уходить, хлопнув дверью. Мы и наши европейские друзья уверены, что все недостатки можно исправить. И мы можем быть еще жестче по отношению к Ирану, но не терять смысл сделки, который заключается в сдерживании Ирана от получения ядерного оружия. Ядерную сделку с Ираном заключили в 2015-м. Документ подписали США, Китай, Россия, Германия, Франция и Великобритания. По его условиям, Тегеран отказывается от разработки ядерного оружия в обмен на снятие экономических санкций. Европа уверена, альтернативы этому договору нет, хотя он далек от идеала. И даже в случае выхода Америки из сделки, остальные страны-подписанты в ней останутся. Мы полны решимости сохранить эту сделку. Она – гарантия того, что Иран не будет наращивать ядерный потенциал. Мы верим, что без этого соглашения мир станет менее безопасным. И боимся, что если оно провалится, начнется эскалация. Решения Трампа ждут и в самом Иране. Под санкциями страна прожила полвека и совершенно не в восторге от перспективы возврата экономического давления. Если Америка выйдет из ядерной сделки, она пожалеет об этом, как об исторической ошибке. Выход США из договора не только разозлит Иран, но и расколет Западный Альянс, что сильно затруднит принятие дальнейших решений. А в будущем может вызвать гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке, что в любую минуту может обернуться войной. Сверлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Погибших во время Второй мировой войны солдат перезахоронили в селе Гатное под Киевом. Останки 37 воинов удалось найти поисковому отряду Днепр-Украина. Четырех из них опознали по медальонам. Все они погибли во время обороны Киева в 1941 году. Сейчас активисты ищут родственников. Всего в братской могиле в селе Гатное более тысячи бойцов. Проводить героев в последний путь вместе с ветеранами приехал президент поискового отряда Днепр-Украина и лидер оппозиционного блока. Ветерани, с которыми мы сегодня общаемся, их осталось мало. Они хвори людей, но они не ставят материальных вопросов. Что вразило, они не ставят материальных вопросов. Они ставят вопрос, чтобы их не ображали, чтобы они пытались переписать историю, чтобы они пытались закреслить все их жизнь, которое они прожили, служивши в Батьковске, служивши своему народу. И это их больше за все ображает, как раз намагание политиков, сегодняшних предпринимателей, намагание переписать историю. Вот это их ображает. И мы будем защищать их, потому что эти люди заслуговывают на повагу в общество. В Черновцах ветераны собрались возле танка лейтенанта Павла Никитина. Его экипаж первым ворвался в город в 1944 году. В прошлом году памятник отреставрировали, танк покрасили, территорию вокруг него облагородили. Сегодня к монументу возложили цветы и почтили память погибших. Ветеранов, которые не смогли прийти, поздравили дома. Я всегда этот праздник встречал с волнением, беспокойством, жалостью. Я сторонник того, чтобы этот день не был забыт. Такое количество миллионов жертв нельзя забывать человечеству. Сегодня никто иначе, как те люди, которые прошли войну, которые знают, благодаря каким втратам получилась победа, именно они сегодня и есть наибольшими прихильниками мира. С тем, чтобы в Украине было установлено мир, чтобы у нас прекратилась война, боевые действия. Накануне 73-й годовщины победы над нацизмом организация «Женщины за мир» посетила прифронтовую зону. Активисты встретились с ветеранами, которые живут на Донбассе, чтобы поздравить их с праздником. Бывшим фронтовикам привезли подарки, продовольственные наборы и медикаменты. Для каждого из нас сегодня большое испытание не сдаться, не сломаться, не предать подвиг наших дедов и отцов. Передать ту честную и правильную историю народа-победителя. Потому что мы, потомки победителей, не имеем права поступать по-другому. В Харькове день памяти и примирения традиционно почтили минутой молчания. Утром у мемориала славы в лесопарке возложили цветы к братской могиле и стелле родины матери. В часовне прошел молебен. Завтра фронтовиков и всех желающих приглашают на высоту маршала Конева, где в 43-м году в августе месяце располагались наблюдательные пункты и командующий войсками Степного фронта отдал приказ о штурме Харькова. Ветеранов поздравили и в Черкасской области. Жители смелые почтили память погибших героев минутой молчания и встретились с теми ветеранами, которые, несмотря на свой возраст, все же пришли на мероприятие. Сегодня мы встречаем Баландино, Телепене, Косарии, Каменку, Каменского района. Сейчас мы в Смиле, перед тем мы были в Черной Слободе и в Леськах, поедем еще в Плоске. В каждой семье людей, которые родились, и в Независимой Украине, и в Радянском союзе, и в УРСР, были родители, которые воювали. В нашей семье это дедушка Микола Егорович Геремин. У меня в руках альбом, который он подарил своей будущей дружине в 1944 году. Памятные мероприятия прошли и в Евросоюзе. В Брюсселе украинское представительство организовало совместное возложение цветов вместе с посольствами других стран. Как все прошло, видела Елена Абрамович. На Брюссельское кладбище к мемориалу похороненных здесь неизвестных советских солдат украинская делегация пришла вместе с европейскими коллегами. Последние несколько лет наши дипломаты не посещают общее с Россией мероприятие такого рода. Организовывают свои возложения цветов. Наши коллеги из Польши, Угорщины и Словачьи линвиткнулись сделать покладание спільное разом тут, на кладовище в Брюсселе. Первое – до могилы неведомого солдата, и второе – до могилы руху опору Бельгии. Памятные мероприятия прошли и в Германии. Там 8 мая отмечают день освобождения от нацизма. Для украинцев приносить святы к мемориалу, павшим советским воинам, именно 8, а не 9 мая – традиция новая. Но она уже прижилась. Все четвертый год мы делаем, и мне кажется, что многих наших гостей уже не нужно запрошивать. То есть все знают, 8 травня, 13.00, мы собираемся тут, с общей молитвой, в Скорботе, но вместе с нашими думками загиблыми. И я считаю, что с временем, справедливо, и широкий немецкий загал, он начнет чувствовать и понимать ту величезную роль, которую украинский народ, которую Украина внесла в вклад в большую победу. Винки и цветы принесли в мемориалу не только дипломаты и представители немецкого правительства, но и украинские ветераны, которые сейчас живут в Германии. Елена Абрамович, Иван Ермаков, подробности, Европейское бюро телеканала «Интер». Одиозный нардев Вадим Рабинович накануне 9 мая решил записать в свою партию за життя известного украинского актера Леонида Быкова. Поздравление от имени его героя из фильма «В бой идут одни старики» он разместил на билбордах со своей политической рекламой. Правда, у родственников актера и правообладателей фильма разрешение не спросил. Это не первый опыт Рабиновича пропиариться на известных людях. Один раз это все закончилось уже тюрьмой. Все подробности в материале. Заработать на 9 мая. Одиозный украинский депутат Вадим Рабинович оказался посреди крупного скандала. Политика обвиняют в попытке присвоить себе память известного украинского актера Леонида Быкова. «Будем жить» его фраза из культового фильма «В бой идут одни старики» стала политической рекламой партии за життя. Пока Рабинович отдыхает в Израиле, гражданином которого является, на улицах украинских городов появились вот такие билборды с Леонидом Быковым, рекламирующим его партию. А ветераны якобы получили вот такие открытки, похвастался Рабинович. Как оказалось, все это без ведома родственников актера. Как сообщила нам по телефону дочь Леонида Быкова Марьяна, использованием памяти своего отца в политической рекламе она крайне возмущена. Теперь у депутата Рабиновича могут возникнуть не только моральные, но и финансовые проблемы. Ведь рекламу разместили и без ведома правообладателя фильма киностудии Довженко. Как сообщили там подробностям, за разрешением использовать образ героя Быкова в фильме и его крылатую фразу к ним никто не обращался. А это сулит немалым штрафом. Штраф на сегодняшний день он варьируется от 10 до 50 тысяч минимальных заработных плат. То есть сумма может быть очень значительная. Если законодательством предусмотрено, что не можешь использовать какие-то авторские права без согласия автора, ты просто не должен их использовать. А если ты их используешь, то в принципе это должно характеризовать тебя в негативном свете в глазах общества. Вот и все. А у нас привыкли рассматривать, что если я это не сделаю, что мне за это будет? А, ничего мне за это не будет? Ну так я буду это делать. Это уже далеко не первый раз, когда Вадим Рабинович пытается нажиться на памяти кумиров миллионов людей. В 80-х, будучи мелким торгашом, он втерся в доверие к легендарной летчице Валентине Грязодубовой. Пожилой женщине пообещал сделать ремонт в доме музея Грязодубовых в Харькове. Тронутая таким альтруизмом Валентина выбила под это из казны стройматериалы на миллионы рублей. Однако вместо того, чтобы класть линолеум, он решил положить деньги. Правда, себе в карман. Все стройматериалы украл и продал на черном рынке. Делом сразу же занялись правоохранители. За эту аферу Рабинович получил 14 лет тюрьмы, однако вышел досрочно в 90-м году. Напомним, новыми махинациями политика уже занимается НАБУ и Нацагентство противодействия коррупции. После неоднократных публикаций в СМИ о его элитных виллах под Киевом, перелетах и отдыхе на миллионы гривен, там решили проверить декларацию Рабиновича за 17-й год. Как утверждают нардепы, уже осенью ГПУ готовится подать в парламент представление о снятии с Вадима Рабиновича депутатской неприкосновенности, а заодно и лишить его гражданства за наличие израильского паспорта. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Соцпартия продолжает настаивать на перерасчете пенсии для силовиков. Об этом заявил лидер полицилы Сергей Каплин. После вчерашнего визита в Николаев нардеп встретился с пенсионерами в Херсоне и призвал всех вступать в объединение силовик, цель которого отстаивание интересов военных пенсионеров. Все разом, афганцы и чернобыльцы, все разом. Это формула повернение поваги с боку влады до простых обычных людей. И другого шляха нет. Никаких пенсионеров, никакие новые законопроекты, десятки новых круглых столов никогда не дают того результата, который даст объединение людей. И я объединую сегодня всех этих людей. Железнодорожная катастрофа в Германии. Столкнулись пассажирский и товарный поезд. Два человека погибли, 14 ранены. Что стало причиной аварии и кого уже арестовали, расскажет Татьяна Лугунова. Железнодорожная авария произошла накануне поздно вечером в окрестностях баварского города Айхах. Региональная пассажирская электричка на большой скорости врезалась в товарный поезд, который стоял на рельсах. Погибли два человека. Среди погибших водитель электрички и пассажирка, которая ехала в первом вагоне. Еще 14 человек с травмами доставили в больнице. Самых тяжелых перевозили на вертолетах скорой помощи. Все говорит о том, что причиной столкновения стал так называемый человеческий фактор. Уже задержан диспетчер, который контролировал движение на этом участке. Сейчас следователи выясняют, почему он направил пассажирскую электричку по железнодорожному пути, на котором стоял товарный поезд. Похожие аварии на баварской железной дороге уже случались два года назад. Из-за халатности диспетчера в городе Байд-Айблинг столкнулись два региональных поезда. Тогда погибли 12 человек. Виновного суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы. Татьяна Лугунова, Геннадий Никейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Во Франции стартовал 71-й Каннский кинофестиваль. В этом году из жюри возглавляет австралийская актриса Кейт Бланшетт. За золотую пальмовую ветвь соревнуются более 20 картин. Откроет фестиваль драматическая лента иранского режиссера Асгара Фархади. Все знают с Пенелопой Круз и Хавьером Барденом в главных ролях. С сегодняшнего дня и до 17 мая в Каннах будет работать и украинский павильон. Завтра в рамках программы «Особый взгляд» зрителям покажут фильм режиссера Сергея Лозницы «Донбасс». Зачем Австралии тратить 200 миллионов долларов на аэропорты? Какую кампанию в Фейсбуке запустила Мелания Трамп? И почему сын британского писателя не справился со школьным сочинением? Обо всем этом прямо сейчас. Более 220 миллионов долларов потратит Австралия на усиление охраны в аэропортах. Еще 5 миллионов, чтобы обезопасить два десятка аэропортов в других странах. Все из-за угрозы терактов. В терминалах поставят сканеры и рентгеновские аппараты. На компьютерах установят базы данных с информацией об опасных преступниках и технику для распознавания лиц. Китайского чиновника приговорили к пожизненному заключению за коррупцию. Глава коммунистической партии города Чунцин Сунь Джен Цай сумел набрать взяток на 170 миллионов юаней. Это примерно 27 миллионов долларов. Политик признал свою вину. После разоблачения его отстранили от должности. А сейчас еще и лишили политических прав и конфисковали имущество. Будь лучшим. Так называется кампания помощи детям от Мелании Трамп. Она направлена на использование соцсетей с пользой и на борьбу с детской наркоманией. А вот журналисты задались вопросом, последует ли советам Мелании ее муж. Главу Белого дома не раз критиковали за агрессивное поведение в Твиттере. Тройка с плюсом за сочинение по роману собственного отца. Британский писатель Иэн Макьюэн помог сыну написать эссе по своему роману «Невыносимая любовь». Но учитель не согласился с изложенными в сочинении утверждениями. Макьюэн назвал сына беднягой, потому что тому пришлось читать отцовский роман. Иэн Макьюэн, лауреат Букеровской премии, а фильм «Искупление», снятый по одноименному роману писателя, номинировали на «Оскар». «Поло» — это первый сигнал двух спутников НАСА под названием «Марка», которые летят на Марс. Он означает, что их системы в порядке. Сателлиты будут передавать информацию о посадке зонда, который впервые в истории изучит глубинные слои почвы на Марсе. Ученые НАСА рассчитали, что спутники достигнут поверхности Красной планеты к концу ноября. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра.